ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Генерал-майор Александр Макаров показал главе региона личный состав и технику. Рассказал о готовности людей и машин к паводковой войне. Время готовности оперативной группы 10 минут, через 10 минут личная оперативная группа бывает. Совещание перенесли в полевой штаб. Там сотрудники МЧС рассказали, что полностью готовы к паводку. Пока не все города и села, но время есть. Кстати, в этом году в зону первой и второй волн паводка могут попасть более 180 населенных пунктов, в которых проживает свыше 45 тысяч человек. Поэтому сейчас все службы региона активно готовятся к паводку. Например, спасатели распилили более 100 километров льда. А вот что делали руководители муниципалитетов неясно. Деньги и материалы, которые выступали резервами на случай ЧС, убывают. Муниципальные образования, финансовый резерв, которых менее 300 тысяч рублей, не смогут обеспечить проведение первоочередных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Каждые полгода наблюдается снижение и без того минимального количества фактически сложных резервов, материальных ресурсов, муниципальных образований. Спасатели обратили внимание губернатора. В случае, если паводок повторится в формате 2014 года, больше 10 муниципальных образований не будут обеспечены материалами. Все от того, что в крае нет достаточного количества поставщиков нужных товаров. Но хоть техника готова, если у сел нет финансовой подушки, на помощь придет хотя бы воздушная. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком.